Всем привет, дорогие друзья, с вами Гедоон, и я приветствую вас в финальной серии по Sekiro Shadows Die Twice. Итак, друзья, я пытался на стриме, но очень долго, мы потратили где-то, наверное, час времени на то, чтобы попытаться победить последнего босса Деда Иссина. Доходил я до последней фазы несколько раз, ну, в общем, там он меня скашивал, и я решил не делать новых стримов, где мы будем просто весь стрим троить этого босса, это дико скучно и неинтересно. Я решил записать просто это на видео и показать вам уже тот успешный трой, ну, может быть, что-нибудь еще веселое, я не знаю, какую-нибудь веселую нарезочку или что-то наподобие, если у меня это получится. Или же я просто как машина буду троить, 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 пока не убью его, скорее всего, так именно это и будет. Ну, в общем, друзья, у меня максимальное количество пляжек, максимальное количество здоровья, то есть нашли мы все бусины, если что, силу атаки прокачано на 13. Ну, и, в общем, вот с таким вот арсеналом я собираюсь мочить этого дедулю. Ну, а, друзья, давайте-ка для начала, ну, предварим это все катсценами, что ли. Синоби Божественного Наследника Мы встретились снова Узри Второй Клинок Бессмертных Кенитира Если вы думаете, что можете изменить этим судьбу Асина, вы ошибаетесь. Волк Ни у кого нет права на наследие дракона. Оно не принадлежит никому. Жаль, что нет иного способа. Все хорошо. Последний раз. Да. Пора с этим кончать. Ну, друзья, вот и понеслась. Частенько попадаю на этот удар. А вот это мы ловим уже его. Так. И еще разочек. О-о-о-о-о-о, да. Понятно. сейчас будет серия ударов не гиросева которая завершается выпад а он не выбил выносливость ну вот и все это самое простое что здесь было в итоге я оказался слаб не то что мой господин в жилах клана течет кровь дракона теперь долгую ночь для асина сменит рассвет жалкий внук это было твое последнее желание видеть воскрешение клана асина а это значит секиру что я должен уничтожить тебя вот мы и приступаем к нашей битве с истином дедом истином то есть это не настоящий дед настоящий дед он умирает или ты его убиваешь плохой концовке а этот дед просто последнее желание генетира и он появился из-за второго меча бессмертных ну что же а дедуля мочит конечно знатно и пока я болтаю естественно я отвлекаюсь поэтому я отхватываю от него знатно мекире ловим поздно уклонился о еще и 2 о господи вот это да давайте воскреснем немножечко еще потянем эту агонию хотя уже понятно что на этом трое я не выиграю слишком много потрачено искрешение и хелок так 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 Есть Переходим на новую фазу Теперь он достанет свое проклятое копье И будет очень жестко мочить Это вообще самое простое, что может быть Есть Ах ты, черт тебя дерь, а Ох ты, не успел Побежал Ах, и пристрелил меня, конечно Что ж, потратим еще одно воскрешение Почему бы и нет Как я сделал эту мифири, если честно, я не знаю Просто чудо какое-то было А вот сейчас я, конечно, словил бы ее, но К сожалению, не вышло В общем, еще таких боев будет много, друзья И я покажу вам теперь уже, наверное, победный Если, конечно, не случится чего-то фееричного Ох, ну что же До победного Ох, ну что же Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАТИО ДИНАТИО ХА-ХА Чёрт, получилось, ребята Фух Ну, наконец-то Я прям начал ловить молнии Чувствую, ну всё Ну всё Наконец-то я хурму загоню тебе Прямо в анус Фух Да! Давай! Молодец, Секиро. Я прям лечился, даже когда особо-то даже уже не... Фу, я все-таки доволен. Это был не 50-й трай, это где-то 7-й. Наверное, где-то 7-й, может быть, 8-й, не знаю точно, после стрима. После троев на стриме. Фух, но вот эта ловля молний, блин, как она, конечно, помогает. Как ее легко делать. Просто прыгаешь, ждешь долю секунды и нажимаешь атаку, и ты выпускаешь в него волну молний, и все. Вот и все, конец игры, ребят, концовка, все. Память о битве с редким противником, отлично, на пике своей славы Иси Насин оттачивал мастерство, каждый день ища новые смертельные битвы. Он был настоящей машиной убийства, я согласен, это было. Это был очень сложный, и, как говорят, это, наверное, самый сложный босс из всех Dark Souls'ов, Bloodborne'ов, вообще, самый сложный босс от FromSoftware. Ну ладно, посмотрим, что дальше будет. Дыхание дракона. Боевое искусство в виде удара одновременно с извлечением меча из ножен. Накопив силу при ударе, можно выпустить поражающую волну. А, вот эти волны, две штуки, которые он пускал как раз в меня, расходуют эмблемы. Молодой Исин не знал себе равных во владении мечом. День за днем он искал новых смертельных поединков, и Клинок всегда опережал его мысль. Фу, несмотря на волнение, просто когда делаешь летсплей, просто когда записываешь, это все равно не так, как на стриме. На стриме ты прям чувствуешь давление на себя. Фу, хотя и тут я очень сильно волновался, и даже не поверил, когда у него уже наконец-то кончилось это чертово здоровье. Я даже не поверил. Ого, такой. Фух. Буря эмоций меня прорвало. Что дальше? Что дальше, ребят? А, слушайте. Ага. И теперь мне надо просто подойти туда, к пацану, да? Давайте я сейчас эту технику хоть посмотрю, господи. Ведь я ее так и не применю никогда. А, здесь нельзя сражаться. Ну ладно, пофиг. Ну все, 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 пошли, концовка. Здесь, интересно, можно сделать сейв? Может быть и можно, я не знаю. Сейчас попробую. Сделал резервный сейв. Сейв, сейв. Надеюсь, он будет работать, если у нас сейчас будет выбор концовки. Что ж, сейчас посмотрим. Пацан лежит здесь. Я что, по нему топтался, что ли, когда бился? Вот, смотри, не важно. Волк, где же ты? А вот он я. Ха-ха. В общем, одна концовка. Слезы божественного дракона отдать. Стандартная концовка. Большинство ее получает. Не считается хорошей. Считается стандартной. Хорошей концовкой считается та, что с помощью ветви сакуры после второго убийства филина. Плохая концовка это подчиниться филину и убить истина, настоящего истина, не вот этого вот супер-мега-волшебного. А мы сейчас проходим на истинную концовку. Мы отдаем и слезы дракона, и ледяные слезы той девочки, дитявот, и перенесем наследие вот это проклятие дракона, наследие дракона, не важно. Перенесем в нее как бы. Она послужит колыбелью для этого, поэтому и пацан останется живой, и она должна остаться жива. В общем, отдаем слезы дракону, ледяные слезы, и смотрим. Я здесь. Вот, слезы дракона. Мы должны уйти, господин. Господин Куро, да обретете вы покой. Позвольте мне сохранить вас в своем сердце. Продолжение следует... Прощайте Я должна уйти Путь освобождения от нашего Рока Будет очень долгим Но вы все равно хотите пойти с нами? Да Благодарю вас Синоби Дракона Знаете, что Кура разделяет мою радость Отправимся же на запад Туда Где родился Божественный Дракон Возвращение Дракона Фух, дорогие друзья Я могу выдохнуть И посмотреть титры Обсудить с вами У нас должна быть еще одна концовка Я надеюсь, что Можно сохраниться сразу после босса Я скопировал сейвы И их закину обратно Чтобы опять Прийти к этому выбору К выбору вариантов И посмотреть Другую стандартную концовку Как я читал Ее большинство получают А это истинная концовка В ней Как бы Пацан Я думал, что он останется жив На самом деле Оказывается, она как бы Как-то вот Как-то его в себя, что ли Сделала себя колыбелью И его душу, может быть Вместе с вот этим наследием Переместила в себя И сейчас вместе С Нашим Синоби Она отправляется на запад Ну, в Китай, я так понимаю Япония же Мы как бы в Японии А это мы отправимся в Китай, я думаю На запад И Там же у нас Драконы, все дела, да И оттуда это все пошло Значит, это нужно Вернуть туда Ну, как вернуть? Я надеюсь, что будет продолжение И Да, я в продолжение бы сыграл С удовольствием бы сыграл в продолжение Несмотря на то, что Последний босс Очень-очень сильно выматывает И он Заучивается Буквально вот Чтобы от зубов, как говорится Отлетало Каждой его механики Вот Вот все приемы Ты все приемы должен знать Каждое его действие Каждое действие Нужно понимать, что он делает Каждое действие Не только понимать, что он делает Но и понимать, что он сделает После этого действия И только тогда Можно победить Ну и, конечно Реакция на то, чтобы Делать парирование Потому что без парирования Победить совершенно невозможно Без парирования Все атаки идут В твою выносливость Все это влетает В твою выносливость И у него Выносливость Практически Не Убавляется Шкала не прибавляется Нужно парировать Большинство атак Парировалось Но Вот из некоторых Я выходил своеобразным способом Например, вот эту Круговую Мега-атаку Можно просто прыгнуть Прыгнув ему на голову Подпрыгнуть Над этим местом И уйти от нее Мне кажется Этот способ Намного проще Ну плюс ему еще В морду можно вмазать После этого Намного проще Чем парировать Эту атаку Ее нельзя заблокировать Потому что Если ты ее заблокируешь Тебе влетит все это в хп Даже через блок Но можно парировать И мне кажется Парировать сложнее Чем вот просто Перепрыгнуть Еще иногда можно Использовать петарды Но на них Порой просто нет времени После мекири Лучше просто бить его После молнии Лучше просто бить его Если есть свободное окно Лучше просто бить его А если он Не оглушен То он тебя по сути Лупит каждый раз Поэтому для петард Очень-очень мало Пространства Практически ты не успеваешь Их кинуть В общем Очень своеобразный босс Без всяких Подколов Подсечек Шорткатов Невозможно никак Его победить С помощью хитрости Какой-то Только заучивая Каждое его действие И понимая Что он будет делать дальше Только вот Есть пара моментов Где он может Сделать не Выпад копьем А подсечку И вот это Очень сильно Конечно Вышибает из колеи Потому что он Очень редко делает Подсечку В основном Он делает выпады В конце своей Атаки И из-за этого Тоже отхватываешь Ну и в конце Конечно Нужно ловить молнии Серьезно Если вы будете уклоняться От молнии Вы потеряете Огромное количество Вот Возможностей Просто избить его Серьезно Избить его Очень жестко Поэтому молнии Надо ловить И если на Генетире Я не делал этого Я просто от них уклонялся Потому что Не особо понимал Вообще механику Ловли молнии То здесь Только ловить Только ловить Никак иначе Друзья Фух Сейчас у нас Закончатся титры Я перезагружу Сейвы Посмотрю Что у нас будет Вот в этой Второй концовке А пока Немножечко Игру обсудим Так как это Истинная концовка Ну не важно Что будет у нас Стандартной Скорее всего Пацан погибнет И Это Проклятие дракона Оно просто Может быть Исчезнет Возможно Оно просто Просто исчезнет Что же будет В следующей части Когда будет Следующая часть Я Я даже не знаю Потому что У них еще есть Серия Бладборн Которую тоже Можно продолжить Так и эта серия Ну будем надеяться На самом деле Я хочу Больше продолжений Этой серии Нежели Бладборна Потому что Ну не знаю Не знаю Я играл и в Бладборн И в Дарк Соулсы Во все Кроме третьей части Немного играл Не скажу Там буквально Может 20-30% Только в первой Прошел где-то Процентов 70 Игры А в Бладборне Где-то тоже 20-30% Как и во второй части Пройдено Но мне лично Хотя на самом деле Бладборн Очень стильная игра Красивая игра Но Мне больше Это понравилось Честно Не знаю Даже почему Если бы добавить В нее Немножечко Хотя бы возможностей Хитрых возможностей Здесь практически На каждом боссе Можно было использовать Хитрые возможности Закидать петардами Пеплом Использовать Какие-то Удары по стелсу В самом начале Или в середине Боя Использовать копье Там чтобы вытянуть Эту личинку На обезьяне Чтобы побольше Ей домога вносить Везде были Какие-то хитрости Которые ты мог Использовать Везде были возможности Кроме последнего Босса И вот Это мне конечно Не понравилось Надо было Хоть что-то сделать У него нет Никаких уязвимостей Он идеален Боже мой Этот дед Блин Исин Просто мега Идеален Во всем Никаких слабостей Только вот Такая честная Честная Возможно это И правильно Может быть То есть до этого Ты как-то Хитрил как в Синобе А тут прям честно Ну не знаю Не знаю Мне кажется Все-таки Стоит добавить Какую-то возможность Как в Дарк Соулсе Например позвать Кого-то себе На помощь Мне кажется Это бы не помешало Мне кажется Так Ну что же Титры закончились Будет ли что-то После титров Я не знаю Начать прохождение 2 Это можно сделать Любое время С помощью Большого идола В разрушенном Храме Ну допустим Смотрите А А если нет А Ну я буду Просто продолжать Вот эту же игру Ну хорошо Хорошо Я тогда нажму Пока что нет А то вдруг Сейчас начнется Заново Опять первая Катсцена Или еще что-нибудь Вот И Ну собственно Сейчас у меня Драконьего поветрия Нету Невидимая помощь 30% В принципе В игре у нас Остались Из боссов Еще Филин В воспоминании Который нужен был Для Хорошей концовки Это истинная А есть еще Просто хорошая Концовка И есть еще У нас Рещик Который Все-таки Не выдержал Превратился Наверное Все-таки В суру И теперь Он огромный Огненный монстр Который тоже Можно убить В общем Два босса Только осталось С которых Падают воспоминания А все бусины И семечки Мы собрали Ну что же Я сейчас Перезагружу игру И мы посмотрим Что Я надеюсь Мы посмотрим Что у нас Было бы Выбери я Вот эту Стандартную Концовку Использовав Просто Слезы Дракона И так Да Друзья Здесь можно Скопировать Сохранение Прямо На этом Моменте И смотреть Вторую Концовочку В общем-то Чудесно Чудесно Друзья Давайте сейчас Узнаем Что же У нас Будет Выбери я Стандарт И так Отдать Слезы Божественного Дракона Я здесь Вот Слезы Дракона Дракона Мой верный Синоби Прошу Разруби Эти Узы Бессмертия Дракона Я думаю Вам лучше Оставить Это себе Непременно Придет Тот День Когда Явится Синоби Ищущий Силу Ну В общем Друзья Вот Концовка Заключается Как раз В том Что Он сам Становится Этим самым Резчиком И Возможно В будущем Как бы Все пойдет По кругу Но Опять же Это что Гарантированно Что У нового Синоби Тоже не будет Левой руки В общем Как-то странно Ладно Не знаю Может быть У него все руки Будут на месте И тогда Протез Нужен будет Совершенно другой Ну что ж Друзья Вот такой Небольшой Лайфхак Как Можно Сделать Сейвы И посмотреть Сразу Две Концовки Не проходя Игру Каждый раз Заново Также Можно Сохранить Сейвы Перед Плохой Концовкой Ну и Ну в любом Случае Вы знаете Что есть Такая Возможность Если что Сохранение Находится Виндус Ваша папка Пользователя Далее Апп Дата Потом Роуминг И Там будет Папка Секира Это ваше Сохранение Чтобы Стим Их Кстати Не Обновил Выключите Автоматическую Синхронизацию Сохранения В стиме На playstation Можно делать То же самое Сохранять Сейвы Себе На флешку Ну в общем Более геморно Но тоже возможно Что ж друзья Что я хочу Сказать По самой Игре Я на самом деле Не знаю Как вот Мне оценивать Эту игру Потому что Я до этого Не играл Ни в какие Ой нет Играл Играл Конечно Я не проходил Dark Souls До конца Я не знаток Вот этих игр Не спец И мне сравнивать Особо не с чем То есть Есть конечно Те впечатления Которые были получены В DS Но честно сказать Эта игра Намного сложнее Чем Тот же самый DS Намного Намного Сложней Но раз уж Я как то Влез Вот в эту Лавину Souls игр То В будущем Достойные игры Которые будут Выходить По Souls Типу Ну и Игры от From Software Соответственно Они будут Продолжать делать Подобные игры Они пользуются Огромным успехом Например Секира Получил Превосходные Просто оценки И в принципе Я понимаю Почему И мне очень нравится Что они переделали сюжет И сделали его Более открытым Сделали несколько Концок Все это Выглядит очень Интересно Здесь есть Тайны Здесь опять же Сохранился Вот тот вот Стиль подачи Сюжета Хитро Заковыристо Через какие-то Диалоги Через подслушивание Даже Вот через Какие-то записки Через Вот небольшую Какую-то такую Информацию Не просто Стандартные Катсцены Ты идешь Прямо по сюжету И ловишь их А потом в конце Выбираешь концовку А вот Таким вот способом Причем Истинную концовку Хорошую концовку Невозможно получить Не зная Некоторые фишки С помощью которых Она Получается То есть Это нужно знать Это нужно Гайды Какие-то читать Собирать информацию Ну Или Просто Прочитать Готовый гайд А если Это только Вот игра Вышла То уже Нужно Как-то Собирать Информацию Даже Это интересно Классно Необычно И мало Игр Которые Действительно Вот Такие Вот И вот так Подается Сюжет Неординарно Но все-таки Я хотел бы Чтобы была Возможность Где-то Как-то Сделать Чуть-чуть Полегче Либо дать Возможность Тебе Вкачаться Здесь тоже Есть возможность В принципе Вкачаться Я вкачал Три очка Силы Сила атаки Просто за Очки навыков Но это Очень долго Даже три Вот эти Я вкачивал Мне просто Скучно Стало Потому что Ну это Очень долго А если Ты хочешь Вкачать Еще Больше Если Допустим Тебе Недостаточно И Все равно Еще Достаточно Сложно И ты Уже Получил Максимальное Здоровье Максимальное Количество Фляжек Ты Хочешь Как-то Еще Чуть-чуть Попробовать Себе Облегчить Прокачавшись Дальше Чтобы бой Был Не таким Сложным Но Для тебя Уже Это Либо Дико Долго И нудно Либо Не знаю Даже Невозможно Не у всех Есть время Тратить По 3-4 Часа На фарм Чтобы Набить Допустим До 15 Очков Силы Атаки До 20 Очков Силы Атаки Ну До 15 Хотя Бо До 15 Но Это Надо Несколько Часов На это Потратить В общем Мне кажется Стоило Сделать Все Так Чего То Где То Не Знаю Не знаю Ну Тут Надо Думать Надо Именно Гейм Дизайнером Думать Потому Что Как утверждают Многие Дарк Соулсы Те же самые Были Попроще Чем Секира Здесь Нет Щитов Здесь Нет Билдов Здесь Есть Только Навыки И Возможность Немножко Поднять Эту силу Атаки Которая Побольше Будет Выбивать Выносливость И Побольше Будет Выбивать ХП Но Это Не Так Разительно Это Не То Что Ты Вкачал 5 Очков Допустим И У тебя В 2 Раза Больше Увеличилось Количество Здоровья Которое Ты Сносишь И Выносливости Врагу Нет 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 К сожалению Нет Это Не Так Работает Поэтому Я думаю Для Для Многих Эта Игра Будет Непосильно Именно Из-за Своей Сложности И Это Печалит На самом То Деле Вот Так Вот Ну Что Ж Мы Будем Ждать Следующую Часть Возможно Я Запишу Плохую Еще Концовку И Хорошую Концовку Все Это Закидаю В одно Видео Смонтирую И выложу А может Быть И нет Все Зависит От Времени Ну А с вами Я хочу Попрощаться Дорогие Друзья Спасибо Всем Кто Был На Стримах Поддерживал Меня Не Обсирал Когда Я Траил Боссов Хотя Мне кажется Я не Так Уж Много И Долго Траил Убивал Где-то Поддерживали Спасибо За то Что Давали Дельные Советы И Подсказки С помощью Них Мы Вышли На Истинную Концовку За Это Вам Тоже Огромнейшее Спасибо Ну И Конечно Спасибо Тем Кто Закидывал Монетку И Поддерживал Морально Ну А на этом У меня Все С вами Был Гидон Подписывайтесь Ставьте Лайки Все Ссылки Под Видео Всем Спасибо И До